Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы на аккаунте Бухалыча, ребят, и для вас это очередной видосик по лутанию ящиков, а для меня это огромный, пройденный, ребят, трудный путь. Я добыл целых 4 дискеты с координатами, и сейчас, ребят, будем их лутать, открывать и смотреть, что выпадет. Надеюсь, вам хоть и много нравятся мои ролики, и вы оценено поставите лайк под этот видосик, и, конечно же, ребят, поддержите своей подписочкой канал. Не забывайте, ребят, подписываться на канал, это прям вот очень-очень сильно стимулирует к выпуску следующих видео. Ребят, заранее вам спасибо, а мы отправляемся на лутание именно ящика, который появился у нас уже на территории. При активации дискеты у нас появляется отдельная территория, на которую нужно бежать, тем быстрее, тем лучше, и, конечно же, забирать оттуда крутейший лут. В принципе, уникальный лут, именно здесь можно найти Офенс Карп, можно найти ВСС Винторез, можно найти Кольт Питон, да, думаю, мини-ганы, гранатометы, да, много чего интересного, ребят. Все это находится именно здесь, с координатами, ну и нельзя ничего не говорить про два заряда СИ-4, ребят. Мы уже на территории, которая, вот как вы видите, в левом верхнем углу координаты, те, которые при активации дискеты у нас появились, то есть мы заходим на территорию и сейчас будем наслаждаться крутейшим лутом. Ну, в надежде то, что здесь выпает какой-то уникальный лут типа зараженного ящика, ну, а если нет, то и простого ящика тоже нам, да ладно, зараженный, это прикольно. Так, спринт, по-моему, не то, что здесь нужно, здесь будет получше-таки скрытность. Хорош, 40 урона у Катаны, по-моему, у меня там действует бонус на урончик, как говорится, нашим зомбяшкам. Я съел зараженный оленин и теперь моя Катана бьет на 30% больше. Это круто. Голову полетели с плеч наших зомбятушек, а мы берем зараженный ящик и вперед очищать его в свою кислотную ванну. Хорошо, что у меня здесь есть монетки. Это позволит нам довольно-таки быстро насладиться хорошим лутом. То есть, идеальный лут в зараженном ящике. Когда вы в последний раз, ребята, лутали дискету с координатами, ну и когда в последний раз вам подал именно зараженный ящик? Это хороший вопросик. Так, ответы хотел бы увидеть в комментариях. Я отправляюсь домой для того, чтобы поместить этот ящик в кислотную ванну. Заблаговременно я зачистил все, что лежит у нас в кислотной ванне. И теперь нужно только просто вкинуть вот этот ящичек в нужное нам место. Для того, чтобы он очистился. Можно подождать без доната, ребят, без никаких вливаний монет. Просто там определенное время, это 59 минут, короче, час. Ну или ускорить это с помощью монеток. Теперь заглядываем внутрь. Чекс. И, ребят, просто круто. Гранатомет, FN SCAR и WSS винторез. Просто мегалодонские бонусы, которые здесь попались. Кстати, лут в кислотной ванне не трогает рейдеры. А использовать этот ящик как хранилище можно всегда. Поэтому, если у вас уже есть ящик зараженный, помещайте его именно сюда и на данным хранилищем. Пока что мы просмотрели только первую дискету. Мы перемещаемся уже на просмотр остальных дискет с координатами. Ребят, вторая дискетка. И сразу же мы ее активируем здесь же. И выдвигаемся наверх. Для того, чтобы залтать территорию нужную нам. Меня уже успели зарейдить. Представляете? Только на стриме мы, ребят, буквально несколько часов назад прошли рейд и меня уже зарейдили. Это очень круто, конечно. Но единственное плохо, что я не успел сделать скрин, чтобы показать, что именно украли. Ну, зашел в игру. Решил включить программу для здесь, чтобы сделать скрин. И все пропало. Как говорится, шеф, все пропало. Выезжаем наверх, на глобальную. И посмотрим, что у нас там за ящик. Единственное, что я боюсь зараженного ящика, так как у меня здесь монеток вообще нет. Ну, потратил, вот и все. Поэтому придется ждать целый час. Хотя, я думаю, что можно будет и подождать. Два зараженных ящика в одном видео у меня еще пока что не было. Ну, я собираю там рубрику зараженных ящиков. Ну, вы сами понимаете, насколько это может быть долго. Зараженные ящики не сильно часто падают. Плеер 6362 там у нас выпал. Не знаю, хорошая или плохая база. Еще даже не смотрел. У меня в рейдах ее еще не было. Ну, я так понимаю, что может быть и хорошая, а может быть совсем-совсем унылая база. Пока что дискета с координатами и ящик. Ведь именно в этом ящике у нас сегодня завязано все. Мы будем забирать здесь лут. Мы будем забирать здесь огнестрел. Мы будем все здесь забирать. Так, ребят, скорее всего, обнову будет завтра. Вот написал Сайны 3-7. Откуда у него эта инфа? Просто неизвестно, непонятно. Ну, каждый, как говорится, может придумать что угодно. Никто не может запретить этого делать. Все, ребят, у нас хорош, как он там сгорел. Почему у них так мало хп? Это 25 хп или это, наверное... Ну, все, все горят. Все отлично. Зараженный ящик, ребят. Не знаю, насколько это отлично, но, по-моему, часик мы уже будем ждать. Но другого варианта у меня нет. Я переношу это все дело на базу. И, наверное, мы уже посмотрим лутец в самом конце этого видео. Потому что, ну, как говорится, часик нужно подождать. Ну, ничего не поделаешь. Мы поехали на базу и будем ждать целый час. А пока что, ребят, плавненько, пока я буду здесь выставлять ящик, мы плавненько переходим уже на следующий аккаунт и будем лутать следующий ящик, чтобы получить драгоценнейший лут, такой же, за дискету с координатами. Мы на аккаунте борода и у нас продолжается все тоже активация дискеты. Я понимаю, что везде кислотные ванны есть, но и на аккаунте борода. Тоже нет, как бы, монет. Тоже нет монет. Поэтому, если здесь зараженный ящик выпадет, придется также в конце уже его посмотреть. Но это третья дискета. И в надежде, что лут все-таки выпадет крутой. Ну, как крутой? Незараженный-то ящик. И мы хоть увидим, насладимся хорошим лутцом. Ну, передвигаемся к чоперу. У нас он полностью заправлен. Без особых проблем. Выезжаем на глобальную карту. И теперь будем, как говорится, залутывать ящичек. В надежде получить собачку. Гранатометы, миниганы, ФСС, скрэлли, кольт питоны. В принципе, самое хорошее, что можно было бы получить, это, конечно же, гранатомет. Я все-таки готовлю видео 99 волн. Ну, может быть, и не все 99 волн пройдут с гранатометом. Я пройду 90 волн. Со всем оружием, которое будет интересно. А 9 последних я хочу пройти чисто с гранатометами. Надеюсь, эта идея вам интересна. И вы обязательно напишите в комментариях гранатомет. Для того, чтобы все-таки эта идея осуществилась. Осуществилась прохождение последних 10 волн, 9-10 волн с помощью одних гранатометов. Просто будут гранатометы и больше ничего. То есть, максимальный слив гранатометов. Я не знаю, сколько там грейников нам понадобится. Наверное, я думаю, что десятка гранатометов нам просто за глаза хватит. Щенок, опять-таки овчарка. Иди сюда. Куда же ты убежал? Это девочка. То есть, красный ошейник, девочка. Синий, самка, самец. Если у вас, так как и у меня. У меня первого ранга, то есть, первого уровня щенков. Прямо самцов куча. Там, по-моему, 6 или 7 на каунте Михалыча. Второго уровня у меня 9 самец. Ну, как, женского пола собак. Это просто круто. Или просто жесть. Так, в этот раз мне упал FN Scar и M16. Довольно-таки все круто. Все хорошо. Я, наверное, бобы захаваю-подхаваю. Ну, а вместо этого возьму драгоценный бензин. То есть, вы видите, стальные пластины, алюминиевые пластины, медяшка. Короче, крутые вещи, которые можно получить с дискеты. Ну, и вы, наверное, видели ролик, как получить. Ну, я думаю, экономнее всего. Легче, проще всего. Конечно, не быстрее, а просто проще всего дискеты с координатами. Если вы увидели, то обязательно пишите. Ну, а если хотите, то можно, конечно, все повторить. Поэтому, ну, это, конечно, требует времени немного. Но я постараюсь повторить, как же получить дискету. То есть, самым простым способом, но таки довольно длинным. А мы передвигаемся домой, а автоматически уже переходим на следующий аккаунт. Ну, и аккаунт Бухозавра. На последующих. Сейчас мы дискетку вкинули. 154 монеты. Больше, чем достаточно, если нам попадется также зараженный ящик. Я думаю, что на этом аккаунте не будем этого бояться. Выходим на глобальную карту. Будем смотреть, что же нас там ждет. Какие ящички? Зараженные или простые? Ну, в принципе, ни того, ни того не боюсь. Сразу же пришел, долутал. Если что, за копеечку пропустил. Да, и думаю, лутец мы заценим. Но еще не забываем, что мы не просмотрели лутец в одном из ящиков. Поэтому в конце видоса просто под музончик. Я думаю, что мы увидим лутание ящика, который у нас там на Михалыче. Уже, думаю, что подходит. Подходит, как говорится, к завершению там зачисточка. Вот так вот выглядит это все. То есть территория появилась. Все круто. Бежать с помощью энергии. И даже, как говорится, не зарейдил базы, которые здесь появились. Ну, то есть стандартные. Первые базы. Так, так. Сезон 3. Ожидаем. Масштабное обновление. Самое масштабное. Интересно, на что способны кефировцы. И не заведут ли они в тупик своим обновлением нашу любимую игру. Ну, только можно представлять, что нас ждет. Ну, или смотрите ребят, которым дали альфа доступ. Прикольно, конечно, смотреть на ребят. Ну, хотелось бы и самому уже поиграть. Я думаю, что в скором будущем обнова выйдет. И если вам не трудно, напишите, ребят, ждете ли вы обновы с сезоном 3. И, конечно же, обновлением, я так понимаю, 2.0, да? Прикольно. Что больше ждете? Бункер Браво? Или все-таки АТВ и Болото? Может быть и Рыбалку? Это тоже приветствуется, все комментарии. Все комментарии под видео приветствуются. Итак, бац, вот оно, что сегодня у нас такой фэнскар день. Фэнскар день. И, я не знаю, даже вместо чего тут возьмем. То есть, даже еды тут нет, чтобы ее покушать. Давайте вместо желтой красочки вот так вот заберем. И, в принципе, остается только подлутать, посмотреть, что там выпало на Михалыче в зараженном ящике. А я, в принципе, могу попрощаться. Не забывайте, ребят, ставить лайки, подписываться на канал, пишите комментарии, постараюсь каждому ответить. Ну и не забудьте прочекать, что же там выпало в зараженном ящике на аккаунте Михалыча. Ну что, ребят, свечение ящика закончилось. Я могу залутать. Отлично. Гранатометы падают с зараженных ящиков прям, как, я не знаю, как спелые яблоки. Очень круто. Лут мы, ребят, увидели. Просто шикарный лут. Два зараженки и два простых. Я думаю, это была крутая битва между зараженными и простыми ящиками. А вам, ребят, спасибо еще раз за просмотры. Не забывайте лайкать этот видос и подписываться на канал.